Сегодняшнее видео выходит при поддержке детской несообразительности и того, что ребенком я крайне редко задумывалась о целесообразности своих действий. И именно благодаря этому и тому, что я всегда любила рисовать и оформлять блокноты, у меня сохранилась целая коробка этого сокровища. Раньше я обожала такие видео, они меня безумно вдохновляли, и я терпеть не могла, когда в них была слишком долгая водная часть. Поэтому всем привет, меня зовут Катя, вы смотрите блог Мир Трудкрафт. Так как у меня слишком много таких блокнотов, то я решила это видео разделить на две части. В этой части будут ежедневники, планеры, артбуки, смешбуки и все, что я оформляла не только с помощью рисунков, а в другом видео будут скетчбуки и мои визуальные дневники. Но для того, чтобы вас не только фигачили приступы ностальгии, вначале я покажу два своих последних блокнота, ежедневник и визуальный дневник, чтобы вы понимали, для чего вообще все это было. А потом начну с самых низов, с чего я начинала и к чему я пришла. Погнали! Итак, первый наш лот, это мой последний ежедневник, крайний, если вам так будет удобнее, который я почти-почти уже закончила. Поэтому я вам его довольно быстро пролистаю. Кстати, у меня на канале есть видео, в котором я оформляю эти пять первых разворотов. И да, как видите, к сожалению, некоторые коллекции, которые... Почему я, в общем-то, коллекции не хотела вести? Потому что я очень часто их забрасываю. И первые несколько разворотов я оставила пустыми для того, чтобы их потом в дальнейшем заполнить коллекциями. Но я, конечно же, этого не сделала. Разворот на декабрь. Мне безумно нравится этот разворот. Вот эти крутые наклейки. Они были от No Kid Stickers. Как видите, не каждый разворот у меня красивый. Не каждый оформленный разворот я заполняю. Особенно я люблю делать такие развороты с какими-то рандомными мыслями. На январь вообще не стала оформлять. У меня не было никакого настроения и желания. Это разворот 12 недель в году, который я с треском провалила. Разворот с прекрасными мужчинками. Разворот с одним прекрасным мужчинкой. И так себе леди. Развороты на февраль. Оформление которых также есть у меня на канале. И, кстати, я подумываю, может быть, все-таки надо на каждый месяц снимать такие видео. Но пока что я только в Инстаграм и ТикТок снимаю в основном. Так что обязательно подписывайтесь на мои другие социальные сети. Разворот с мечтой всей моей жизни на трейлере «Доми на колесах» проехаться по Америке. Даже какие-то мысли. Прекрасный разворот на март. Я не знаю, что произошло, но почему-то его мне тоже заполнять не хотелось. Только вела учет подписчиков. Очень плохая идея была оформлять разворот губной помадой. Все это потом переносилось на руки. Пришлось еще покрывать лаком для волос. Но вроде уже оно не отпечатывается. Дальше у меня вообще не было никакого желания оформлять. Поэтому довольно минималистичные развороты пошли. Но все это с благими намерениями, чтобы в один момент произошло вот это. Такая красота. А это у меня на блокноты вылилась вода из моего бамбука. И все мне залило. Но, к счастью, я успела отфотографировать этот разворот. Поэтому мне не сильно обидно. Вот этот разворот мне очень нравился. С лимончиками. Питерский разворот. Довольно простой. Но, тем не менее, тоже неплохой. Разворот на август, который я тоже почти полностью не запомнила. Потому что я сломала ребра и шею. Очень нравится такое оформление с золотой ручкой. Тоже мысли планы. Разворот на сентябрь. Он мне не нравится. Потому что самое интересное, каждый раз, когда я выкладываю и боюсь, что какой-то вообще неинтересно скучный разворот, мне наоборот все пишут, как классно, крутая идея. Очень странно, очень странно. И у нас пошли два последних разворота. Это разворот на эту недельку. На этом мы закончили. И быстренько пролистаю вам свой визуальный дневник. Вообще, они все будут в другом видео. Но я решила здесь немного показать, чтобы вы понимали, к чему я вообще пришла. Благодаря всем тем блокнотам, которые я сегодня покажу в этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Все, а теперь переносимся в прошлое. Ну что, возвращаемся к этой коробочке. Но для начала я немного воспользуюсь своим служебным положением и упомяну, что уже через неделю я проведу третий марафон по рисованию, в котором мы на протяжении трех недель будем искать себя и свой стиль в рисовании, практиковаться, выполняя интересные задания. И вы получите кучу-кучу дополнительного вдохновляющего контента от меня. Я проделала огромный путь, чтобы обрести себя. И хочу вам немного облегчить этот процесс и по итогу помочь почувствовать то, что чувствую я, занимаясь своим любимым делом. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм и следите за всеми новостями в сториз. А мы начинаем! И боже, я в таком предвкушении! Как мне сейчас будет стыдно! Это мне подарила одноклассница. Но одновременно это еще коробка воспоминаний. И здесь эта банка не открывается. Это банка с фишками! Я это никогда не выкину. Буду передавать своим детям по наследству. Всякие ленточки об окончании средней школы и старшей школы. И здесь такая значительная стопочка. Вот это стопочка каких-то непонятных старых тетрадочек. Но я не буду все подробно рассматривать, так что не переживайте. Это в некоторых тетрадках было только по несколько заполненных листиков. И я просто решила их повырывать, а все тетрадки повыкидывать. Это, по-моему, моя книжка. Крайне бездарное произведение. А еще мой папа работал на каком-то заводе Кока-Колы, по-моему. И поэтому, когда мне было 6 лет, у меня были блокноты с пивчиком. Но, в принципе, у меня фамилия Пивачева, поэтому мне очень это подходило. А далее две самые стыдные тетрадки в моей жизни. Тетрадки с моими стихами. Внимание, стих, из-за которого мама меня отвела к психологу в 12 лет. Иду я по рельсам одна, куда не знаю сама. По рельсам, по шпалам, по мягкому мху. И смотрю вдаль, неопознанную, черную. Меня все бросили, покинули и очень сильно обидели. Там еще дальше. Ну, короче, я бы тоже так поступила на месте мамы. Хотя можно было ведь просто со мной поговорить. Так было бы ведь намного легче, правда? У меня есть кисти и альбомы, у меня есть рифмы и перо. Из меня хорошая художница, из меня хороший поэт. Я бы не была так в этом уверена. Но из меня плохая любовница, ведь любви в моей жизни больше нет. Ее и не было тогда. И я сомневаюсь, что она, в принципе, когда-либо была в моей жизни. Поэтому вот бы вернуться в прошлое и немножко себя разочаровать. И писала я довольно много. И больше никогда не писала. Потому что у меня абсолютно нет никакого таланта к письму стихов. Так, а сейчас будет ностальгичная ностальгия. То есть такая же, как и фишечки. Кстати, да, я заполняла вот такие зеленые тетрадочки. Тетрадка, заполненная наклейками. Из жвачек и хуба-бубы. Это же просто сокровище. А вот эта тетрадка, это просто какое-то было волшебство. У меня никогда не было. Каких-то кукольных домиков. Поэтому, когда мне мама показала этот прикол, я была в дичайшем восторге. То, что можно из обычной тетрадки сделать себе целый домик. Все эти дверки открывать. Интерактивная тетрадка. Вот. Мне, конечно, больше всего нравится прихожая. И буква И в другую сторону. Я не очень умненькая была. Дальше целая куча тетрадок с какими-то моими записями. Маленькими рисуночками. Приколюхами. Я очень много рисовала спанчбоба. Почему-то он мне казался очень интересным молодым человеком. А, это мой дневник личный. Фуууу. Я его оформляла чисто наклеечками только. Наконец-то мы приехали на море. Мы приехали в такой классный дом. В этом доме мы одни. И тут очень классно. Да, мы уже поняли, что тут классно. Телевизор, у которого есть ТНТ, кошки с котятами и кондиционер в комнате. Короче, тут очень классно. Если вы вдруг не поняли, там было очень классно. Мне не хотелось сохранять огромную кипу своих старых дневников, поэтому я просто из каждого повырывала листочки со своими оценками. Как вы видите, я была ужасной задроткой, отличницей. Перфекционизм это говно. Пожалуйста, забейте на него. Далее, такие четыре тетрадки я была безумно возмущена, когда мне мама в школу купила вот это. Я не хотела их вообще везти, а потом меня начало прикалывать, что они настолько несуразны. Именно такие тетрадки я таскала в свою школу. То есть, это такие тетрадки, в которых я просто записывала какие-то записи, рисунки на уроках. Ну, короче, чисто мои тетрадки, но школьные. Я обожала просто эту тетрадку, эту обложку. Рисунки здесь, конечно. Катастрофа. Я еще обязательно один глаз закрывала волосами, потому что у меня не получалось рисовать одинаковые, симметричные. И иногда даже не рисовала лица. Список задач на год. Сочинить 20 стихов и более. Не надо. Сходить в кино 15 раз. Нифига себе. Кому-нибудь понравится. Перейти в седьмой класс. Чтобы мне стало 13 лет. Я, видимо, настолько сомневалась в том, что я выполню остальные пункты, что решила, чтобы я хоть где-нибудь поставила галочку. Подружиться с новенькой девочкой или понравиться новенькому мальчику, если, конечно, он не страшный. И не выглядеть дурой перед парнями, которые нравятся мне или Маше. Ну, это невозможно. Слишком амбициозные планы были. Блин, тут я не помню, какие за какими были. Но, ой, тут так много рисунков. И переписки с подружками. Это очень крутое воспоминание. Надо как-нибудь сесть перечитать. Мне очень нравился этот рисунок. И здесь сердечки. Палево, палево. Кто мне нравился. И, кстати, это такой забавный момент. Я не знаю, насколько такое можно рассказывать в интернете. Но в седьмом классе мне безумно нравился один мальчик. И в десятом классе я с ним поцеловалась. Когда он мне уже, правда, разонравился. Но я это сделала просто ради этой семиклассницы Кати. Чтобы, если я могла бы вернуться в прошлое, я бы ей сказала, да, детка, ты это сделала. Господи, какие огромные глаза. И маленькая попа. Тяжело рожать детей, дорогая будет. Ну, тоже рисуночки, рисуночки. Ой, я тогда играла на гитаре. Здесь еще всякие аккорды. Блин, классные рисунки есть. Короче, я надеюсь, я хорошо вам намонтирую. Вы все это посмотрите. Может быть, для кого-то какие-то будут идеи. И сценарии видосов. Я, по-моему, тогда уже начинала снимать. Значит, с этой стопкой мы закончили. Дальше еще несколько блокнотиков стареньких. И мы уже перейдем к чему-то посовременнее и покрасивше. Дальше у меня был вот такой дневник огроменный. Он был вдохновлен дневником моей мамы. Я вообще не знаю, как она мне его дала. Мне просто безумно нравилось смотреть рисунки. Так, как бы это сделать аккуратно? Фотографии, рисуночки, какие-то открыточки. Это же просто рай для любого ребенка такое иметь. Представляете, как повезло моей младшей сестре и дочери, если она у меня будет, что у меня есть такая огромная коробка, которую я, наверное, не покажу. Потому что вот мои дневники, это как раз-таки их никто не должен визить. Никогда. Там столько позора, кринжа, стыдобы, очень много мата. Слишком личная вещь. Я бы никому это не хотела показывать. И, собственно, здесь я тоже пыталась какие-то вклеивать рисуночки, какие-то наклеечки. Но, естественно, на что, собственно, рассчитывали. И последнее, что я покажу из этой коробки вот здесь, а не у стола, это вот этот блокнот. У меня от него просто дичайшая ностальгия. И прям такие теплые-теплые воспоминания. Я до сих пор помню, как мне его подарили на Новый год. Как я его брала в какие-то поездки к друзьям, родителям, отмечать Новый год. И какие-то другие праздники. Здесь я записывала какие-то стихи, цитаты из ВКонтакте. О, тексты, песни. Ноземься, манки, бизнес. Товарищи, друзья, на доске срать нельзя. Для этого есть яма. Держите жопу прямо. Мне казалось, это безумно оригинально. Я обожала этот блокнот. Я хотела, чтобы это был такой творческий классный дневничок. Потом в итоге это все воплотилось в этих дневниках, которые я вам сейчас покажу, но уже у стола. И для начала хочу показать тетрадочку, которая, наверное, была у очень многих девчонок в свое время. Тетрадочка, в которой были всякие вырезки из журнала, в статьи. Я их переписывала. То есть это вообще что такое? Ой, очень плохо. Очень плохой клей у меня тогда был. Я вообще не понимаю, откуда у меня столько было мотивации, желания. Почему-то Майкл Джексон, который мне тоже никогда не нравился. Не понимаю, не понимаю. И далее пойдут уже мои более сознательные блокноты. И в основном это мои личные дневники. По-моему, самый первый этот был. Но он, кстати, без оформления. А сейчас мне надо будет сделать хоть как-нибудь расфокус, чтобы вы не могли читать весь тот кринж, который в этих блокнотиках. И чтобы могли оценить только их оформление. Все началось с этого блокнота. Он мне показался безумно красивым. По-моему, я его купила в Читай-городе. И решила ввести в нем личный дневник. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом и закончился этот прекрасный, красивый блокнотик. И здесь в кармашке тоже какие-то приколюхи. Далее идет такой блокнотик. И что самое интересное, я их оформляла для того, чтобы когда-нибудь потом в перспективе тоже снять такие красивые обзорчики на YouTube. И в итоге я действительно это делаю. Но через дофига лет, когда мне уже 23 года. Мне безумно нравилась эта обложка. Я вела все это дело исключительно в красивых блокнотиках. Это очень сильно меня вдохновляло. И причем, что самое интересное, раньше я вообще не доводила блокноты до конца. А после того, как я начала действительно покупать красивые, приятные, я стала... О, да здесь почти нет рисунков. Блин. Ну, в начале есть. После того, как я начала осознанно относиться к своим блокнотам и понимать, для чего я их веду, то эта проблема испарилась сама собой. Продолжение следует... Дальше уже просто... Просто мои мысли и просто рефлексия. Вот. Этот блокнот был следующим после вот этой малышки. Это я еще была в школе. Это я помню. Здесь очень-очень много оформления должно быть, по идее. Е. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И все, представляете, я довела до последней страницы этот блокнот Офигеть! Вот так он сильно мне нравился И настолько сильно меня увлек этот процесс Дальше, если я не ошибаюсь, был этот блокнот И мне показалось, что это абсолютно гениальная идея Взять себе такой блокнотик для личного дневника Чтобы с одной стороны были странички для ежедневника А с другой просто пустое место для записи дневниковых Но в итоге эта сторона у меня везде была пустая Потому что я в тот момент ежедневник не вела Но тем не менее, этот блокнот я немного оформляла И этот блокнот носит кодовое название Дневник абитуриента Но, наверное, правильнее будет сказать, что дневник первокурсницы Потому что я как раз тогда только поступила И здесь описаны события Мои адаптации в университете Боже, как много мусора! Потому что здесь не было конверта А ну-ка, все, собрались! Поехали! Ну, на этом и все И дальше в ход пошли эти личные дневники Которые все как один выглядят Вот так Мне понравилась такая красивая тетрадочка Красивая обложка Но в клетку я блокноты не люблю И получается вот дневник минимализм Очень нравился этот цвет И я такой же купила, но только в розовом цвете Это мой нынешний дневник В котором я тоже записываю только свои мысли Но довольно редко стало это делать Надо возвращать традицию Итак, с личными дневниками я закончила Поэтому можно возвращать нормальный фокус И знаете, что страшно? Я уже устала А дневники и блокноты все не заканчиваются И дальше следующий блок Это блокнотики, которые я позиционировала Как ежедневники Начнем с этих двух У них коричневые листочки И в основном хочу сказать, что просто коричневые листы Мне вообще не понравились Мне вообще не подошли В этих блокнотах я записывала какие-то свои сценарии Для видео в школу Это был, получается, подарок Этот мне тоже дарили Здесь тоже сценарий, конспекты книг Какие-то планы Но в основном листы пустые Кстати, можно отсюда будет повырывать Дальше эти два блокнотика Получается этот без точек, без линеек Да, его я вела как какой-то ежедневник Но я его не довела до конца Потому что мне было неудобно без вообще никакой линейки Здесь этот блокнот уже в точку Я его полностью сделала И, как видите, раньше я ежедневник вообще вела так схематично Без какого-либо оформления Разве что какие-то шрифты в основном И в процессе ведения ежедневников я пришла к выводу Что мне намного удобнее именно такой формат в точку Но, тем не менее, у него есть один огромный минус Тебе приходится самостоятельно полностью с нуля его оформлять Я понимаю, что не у всех есть время на это и желание Поэтому, конечно же, есть ежедневники с готовым оформлением И у меня есть один такой экземплярчик в таком приятном цвете И с чудесной золотой надписью Этот ежедневник отличается от других себе подобных Тем, что у него очень много действительно крутых и полезных инструментов саморазвития Вначале мотивирующая цитата, инструкция к каждому инструменту И далее мы видим мои желания Список книг, список фильмов Список курсов, которые хотелось бы пройти Мои списки, трекеры, привычек А также в этом блокноте есть такой прекрасный разворот Карта мотивации Это как карта желаний, которая вешается на стену Или на ватмане делается Но в таком мини-формате То есть у вас всегда при себе есть ваша карта желаний Далее идет колесо жизненного баланса И конкретные цели и задачи, которые необходимо выполнить Чтобы нормализовать баланс своей жизни Далее цели на полгода Пустой разворот И в начале каждого месяца у вас есть сетка месяца Где вы расписываете в какой день какие у вас планы И далее так выглядят странички на каждый день Главные цели на день Итоги мысли дня И каждая страничка в точку Для того, чтобы вы могли не только писать на ней Но и зарисовывать что-то Я считаю, что это очень крутой подарок Как для себя, для нормализации, улучшения своей жизни Так и в подарок какому-нибудь близкому человеку Учителю, руководителю и так далее Также этот бренд производит карандаши И о боги Какая это красота Какая крутая подарочная упаковка Здесь в подарок еще идет эко-ручка Это не просто карандаш Это карандаш, который когда закончится Вы его сажаете в землю И у вас вырастает растение Собственно, поэтому я и сказала Что это крутой подарок И всю эту красоту можно заказать По ссылке под этим видео А этот комплект разыграю среди вас Все, что вам надо сделать Это быть подписанным на этот канал Поставить лайк этому видео И в комментариях написать свой ник в инстаграме И 27 сентября, в понедельник Я среди комментирующих Разыграю рандомно Этот ежедневник и карандаш Даже сейчас можете остановить И оставить комментарий И всем удачи А следующий на очереди Это такой непонятный Стремненький ежедневник Это когда мы выпускали с 11 класса Типа был подарок от первоклассников И я почему-то действительно Воспользовалась этим блокнотом Хотя меня безумно раздражают Такие клеточки И здесь точно так же На первом курсе Я взяла какие-то записи Очень красивый рисунок Естественно, не мой Это перерисовка Но здесь, собственно, ничего интересного не было Прекраснейший блокнотик для рецептов Нам дарили в 9 классе И, по-моему, на 8 марта Здесь всякие пожелания от одноклассников Какое безумное клише На 8 марта дарить именно такую книженцию Блокнот мне привезла подруга из Питера Но, как я уже говорила Коричневые листы мне не очень удобны Но, может быть, когда-нибудь Попозже или в другой жизни В Акее мне однажды очень понравился этот блокнот Потому что у него каждая страничка как-то оформлена Но, по итогу, мне не нравится вести такие блокноты Потому что, когда уже все за меня придумано Мне почему-то некомфортно Поэтому я здесь иногда записывала какие-то свои сны, мысли Ну, короче, что-то как-то у меня не пошло дело с этим блокнотом Еще один блокнотик тетрадка в точку Где у меня были всякие записи, планы Да, я его, по-моему, вела тоже как ежедневник Мне очень нравилась эта тетрадочка Но все равно мне не нравится, что оно в формате тетрадки И с кольцами мне неудобно Но, тем не менее, еще один блокнот с кольцами Это был такой ежедневник скетчбу Который я носила с собой в университет У него очень прикольные белые листочки были Ой, слушайте, как долго это листать Ну, ладно, давайте попробуем Да, какие-то планы Вот как раз разворотка в ежедневнике Рисуночки Это я участвовала в 7 дней, 7 идей от Ани Ломакиной Например, понедельник, ПН, парижская натуралистка Она давала задания, а мы рисовали И я немножко участвовала Мне очень нравился этот рисунок Вдохновленная театралка на вторник И каждый рисунок я старалась делать в новом стиле Чтобы так еще и найти свой стиль Сонная разбойница И, а нет, вот еще черничная трактористка Она мне вообще не понравилась Это была татуировщица на пятницу Но что-то как-то вот не удалось мне закончить Шрифты какие-то интересненькие Ну, короче, как черновик, скетчбук Тоже это разворот на неделю был А что дальше? По-моему, тут особенно дальше рисунков не было Это лекция по красам лампаса была Я ее зарисовывала Какие-то планы, какие-то идеи Рисуночков немного Вот это что-то вроде визуального дневника Один из первых разворотов То есть здесь я зарисовывала, что происходило Но в стиле скетчинга То есть это все без карандашного наброска И, по сути, это дало начало визуальному дневнику И все Мне понравился такой формат Поэтому я купила еще один себе блокнот С белыми листочками В Москве я его покупала в каком-то магазине Это, по-моему, в Читай-городе Здесь с этой стороны типа рисунки А с этой стороны типа делишечки Много-много-много-много-много записей всяких Ничего интересного Да, это был мой ежедневник Но мне было неудобно, когда нет никакой линейки Это было слишком Блин, такая крутая бумага Такой крутой блокнот Но почему-то мне вообще в один момент Просто сейчас вот пересталось хотеть его ввести А еще у меня есть этот прекрасный блокнотик Не буду коверкать название своим тошнотворным английским И знаете, в тот момент как раз было очень модно делать видео на YouTube Когда ты оформляешь этот блокнот И я тоже безумно так хотела сделать Но все ждала, когда придет идеальная идея Идеальное время снимать И что в итоге? Ни одна страничка здесь не заполнена Ну только, по-моему, пару наклеек от бананов я приклеила Все, больше ничего Поэтому не надо ждать никакого идеального момента Просто делайте, иначе... Ну, смысл... 500 рублей потратила на него Обидно Также от этого автора я купила антиежедневник Но здесь я все-таки немножко заполнила Совсем немножко Ну, как бы я иногда, когда его нахожу Заполняю по страничке Но смысл? Если он все равно полностью пустой Вот это я недавно заполнила И все Дальше он абсолютно пустой Обидно Один раз я немножко решила поменять формат ведения ежедневника Купила блокнот такой поменьше По-моему, это размер А6 Мне понравилось, но все-таки это немножко не мое Но зато круто сменила вид деятельности И соскучилась поведению большого ежедневника Иногда здесь тоже попадались какие-то такие интересные развороты И, кстати, обложку я разрисовала сама У фалафеля мне немножко непонятно, что у них настолько марки обложки Но, тем не менее, зато их можно как-нибудь классно украсить Итак, выходим на финишную прямую В этом блокнотике я веду всякие свои желания Которые я хочу когда-нибудь исполнить Типа от каких-то больших планов Типа родить дочку, выйти замуж Додам попробовать устриц Сделать себе дреды Я вам не покажу, не покажу Но там уже, сейчас вам скажу 245 желаний В этом блокноте тоже какие-то я вела записи Здесь я снимала как раз-таки свои видео про шрифты Тут, по-моему, что-то еще было Да, и также эту тетрадку я использовала для записей по инсталогии Которую я проходила в начале этого года И в этой тетрадочке я сейчас Я купила какую-то тетрадь Про любовь к себе И там много всяких вопросов И я отвечаю здесь на них Тетрадку купила в Санкт-Петербурге Очевидно, в подписных изданиях Очень красивая тетрадка Мне вообще не нравится клеточка Но я прям немножко соскучилась уже По этой романтике университетов, школы И решила именно такую взять тетрадку Далее на сладенькое я оставила свой смешбук Артбук Я его вела, по-моему, в шестнадцатом году Но, тем не менее, как бы я немножко не по хронологии пошла Решила вам сейчас под конец его показать У меня на канале есть первая часть обзора этого блокнота Поэтому давайте я сейчас просто быстренько пролистаю Ничего не буду рассказывать Вы сами заглянете, посмотрите это видео И напишите в комментариях, если мне действительно надо сделать вторую часть Ой, я очень давно ее снимала Первую часть Но, может, кто помнит Может, кому еще будет интересна эта тема Вот здесь, конечно, о композиции, о вкусе Мы вообще не разговариваем Но, тем не менее, этот блокнот очень прикольно рассматривать Потому что здесь все вот так вот двигается Все вот так вот открывается Ой, я прям была безумно довольна этим блокнотом Здесь тоже фоточки Так, капец, молодец Это тоже локальный мимис Здесь вот так вот открывается И опа! Моя фотография Учебника алгебры Короче, суть этого блокнота в том Чтобы вклеивать всякий мусор, который ты здесь у себя дома найдешь Ну и все Собственно, на этом вся суть и заканчивается Здесь кармашек, фотографии Так что давайте обязательно напишите в комментариях Если вы будете ждать вторую часть А с другой стороны, у меня были тоже какие-то сценарии, видео Для моего класса Вот и все И два последних на сегодня блокнота Мои ежедневники На канале есть обзор на них Но такой молчаливый обзор Я просто не могу поверить, что я это сделала Я надеюсь, что я нигде не закосячила там на монтаже И мне ничего не придется переснимать Потому что это, ребята, это просто жесть И в конце давайте подведу кратенький такой итог Что, ребята, пожалуйста, не жалейте время на свои любимые занятия Если вам какое-то дело доставляет удовольствие То не надо думать о его целесообразности Делайте, творите Возможно, из этого получится какая-нибудь классная история Или интересное видео на YouTube А возможно, даже обретете любимое дело всей своей жизни Как это получилось у меня И все эти блокноты я вам показала для того, чтобы вы знали Что у меня тоже с первого раза не получалась красота Но я не останавливалась и сейчас работаю на работе своей мечты Оформляю блокнотики и снимаю об этом видос на YouTube По-моему, не жизнь, а сказка Мечта Ну что, друзья, на этом, пожалуй, пока все Огромное вам спасибо, что досмотрели до конца Обязательно, обязательно подпишитесь на мои ТикТок и Инстаграм В которых я намного чаще и больше говорю о творчестве, креативе, вдохновении и мотивации Не забываем, что совсем скоро я проведу марафон Оставляйте свои комментарии с любой обратной связью Как вам видео, какие вам мысли пришли во время просмотра Не забываем про лайки, чтобы я понимала, что вам такие видео интересны И чтобы я побыстрее сняла вторую часть про свои скетчбуки, визуальные дневники А также подписываемся, чтобы не пропустить следующие видео И всем удачи, вдохновения и творите как хотите Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok